И как вы коротаете вечера без футбола? Я тоцкую. Евро взяло паузу на два дня, но футбольный пост завершится. Стартует 1-8 финала. Завтра играют Швейцария, Италия и Германия, Дания. А пока последние новости с немецких полей. Главная футбольная новость в Испании. 16-летний Ламин Ямаль сдал все экзамены и окончил школу. Ему весь групповой этап приходилось совмещать тренировки и матчи с учебой. Теперь может сосредоточиться на футболе. Ямаля на поле мы увидим 30 июня. Испанцы играют против Грузии. А Грузия продолжает праздновать. Местный бизнесмен Бензина Иваниашвили пообещал игрокам сборной 10 миллионов долларов за выход в 1-8 финала Евро-2024. А если Хвича и компания пройдут и испанцев, то грузинский олигарх подарит 20 миллионов долларов. Состояние Иваниашвили оценивают почти в 5 миллиардов долларов. Это почти четверть ВВП Грузии. Бельгию продолжают разносить после слабых матчей в группе. В том числе и против сборной Украины. Главный тренер Доминик Тодеско все объяснил долгой дорогой до стадиона. Ехали около часа. Пробок не было, но автобус ехал со скоростью 20-25 км в час. И останавливался на каждом светофоре. Из-за этого Тодеско смог произнести только двухминутную речь перед игрой. Получается, качество игры Лукаку и компании зависит от длины речи тренера. Португальцы – 39-летний Криштиану Роналду и 41-летний Пепе Аксакалы этого евро. В форме подтянутые. А это легенда Манчестер Юнайтед и Англии – 38-летний Уэйн Руни. Он на турнире работает экспертом. И, судя по всему, живет свою лучшую жизнь. Без тренировок, диет и всякого зожного. Футбольное затишье кончается. И понесется буря под названием плей-офф Евро. Ребятки, чуть-чуть осталось потерпеть. Завтра все будет, обещаю. Скоро увидимся.